Всем привет! Настало время контента, который мы заслужили. В этом видео в формате шуток юмора, не факт, что шутки будут смешные, я расскажу вам про самые распространенные ошибки на свиданиях. Но прежде чем мы начнем, я настоятельно рекомендую тебе сделать тык. Ведь тык это спонсор твоего хорошего настроения. Сделай тык, будь счастлив. Ах, да. Меня, кстати, Лиса зовут. Вот знаешь, на самом деле я модель. И если честно, то я так устала от всей этой лухарь жизни. Это просто какой-то кошмар. У меня постоянно съемки, постоянно меня узнают фанаты на улице. Это жесть. А знаешь еще что? Конечно же я не просто какая-то модель. Еще я очень-очень увлекаюсь, возможно, литературой. Я безумно обожаю философию, психологию и классику люблю. О, классика? Я тоже обожаю классику. А какая твоя самая любимая книга? Давай потом это обсудим. Ты знаешь, еще очень хорошо готовлю. Боже, надо просто было видеть, чувствовать, как вкусно я готовлю. Вот ни один ресторан... Ни один ресторан не готовят так хорошо, как готовлю я. А еще знаешь что? Что же? Еще я говорю на очень многих языках. Так, например, я знаю нимский, английский, французский. Начинаю изучать японский. И даже подумаю, что мне следовало бы изучить китайский. Это впечатляет. Да, это какая. Вах, какой девушка. Надо брать этот сочный персик с нижней ветки, пока не переспел. Дорогая. Да. Ты знаешь, я стал изучать немецкий язык. Вот. Не могла бы ты мне помочь, пожалуйста, немножко? Эээ, да. Ну, для начала, научи меня, пожалуйста, представляться. Я думаю, это очень важно. Хорошо. Ты не знаешь немецкий? Нет. И японский? Нет. И английский? Нет. Ты хоть по-русски писать без ошибок можешь? Нет. А вот сейчас настанет время для очень грустной истории на эту тему. У меня была подруга. Ну, как она у меня на самом деле сохранилась до сих пор. И не так давно она встряла в отношения. В отношения с парнем. Она в него влюбилась. Он в нее тоже влюбился. У них все было совершенно изумительно и прекрасно в течение целых месяцев где-то 6-7. Парень изначально выдавал себя совершенно за другого человека. Все это оказалось просто одной большой ложью. Он ей, конечно, конкретно вешал лапшу на уши в надежде на то, что когда она узнает правду, она уже будет в него так сильно влюблена, и ей будет по барабану. Я надеюсь, вы понимаете, да, что, конечно же, она очень сильно выбесилась. Она, естественно, с ним рассталась. Там даже не было речи. Вот, он действительно был уверен в том, что она должна его принимать таким, какой он есть, и даже если совсем не тот человек, которому изначально показалось. Ошибка для девушки не только на свидании, но и вообще по жизни терпеть боль. Сейчас я расскажу вам историю, которая произошла со мной на одном из моих самых первых свиданий. В какой-то момент я пошла с парнем в кино, и у меня безумно сильно заболел живот. У меня так сильно заболел живот, что это был просто ад в реальной жизни. И я попала еще в такую ситуацию, что я реально не знала, что делать, потому что, с одной стороны, мне нужно понравиться парню, с другой стороны, мне реально было стыдно ему сказать, что я себя очень плохо чувствую, а с третьей стороны, я реально хотела уйти домой. Мне совершенно по барабану было, что там в этот момент шло в кино. Но, так как я была не очень умная, я сидела, короче, все эти три часа на сеансе, плюс еще потом терпела дорогу домой. Когда я пришла домой, я думала, что я просто умру. Но вы знаете, эта история, конечно, в итоге сыграла со мной какой-то положительный момент, потому что больше я таких ошибок не совершаю. И теперь я всегда, короче, в своей сумке, вот, помимо всякой косметики, всевозможных зонтиков, ношу также и обезболивающие. Конкретно у меня здесь неабутин. И я могу смело вам также его тоже посоветовать. Ну, просто ты реально никогда не знаешь, что с тобой может случиться и в какой момент. А этот препарат всего за 20 минут, что, согласитесь, но очень и очень быстро помогает устранить недомогания и проблемы с пищеварением. Неабутин уже, в общем-то, не раз выручал меня во время важных каких-то событий. Кончайте, девочки, кончайте со мной шутить. Привет! Это моя подружка, я сегодня с ней пришла. Ты же не против, да? Слушай, если честно, я думал, что мы время проведем с тобой вдвоем вместе. Ты даже не предупредил, что с тобой придет твоя подруга. Я, конечно, совсем не против, но лучше об этом, конечно, предупреждать. Ну, просто, понимаешь, такая ситуация, у нее рыбка умерла, и она, ну, она очень грустит, и поэтому она очень просилась, ну, с нами пойти на свидание. Понимаешь, да, как-то неприлично с моей стороны было бы ей отказать. Ну, ладно, я понял, ничего страшного, все в порядке. Спасибо за понимание. Так, этот поцик пригласил меня на встречу. Попрошу-ка я по дружайку со мной пойти, ибо одна я сто пудов облажаюсь. Ну, ладно тебе, соглашайся, какие проблемы. Ну, блин, ну давай, ну ты че? Соболезную тебе. Чем? Ну, аквариумная рыбка умерла твоя, мне так Лиса сказала. Очень жалко, так грустно. А, ну да, рыбка. Все будет хорошо, ты держись. Вот коза хоть бы предупредила, что у меня рыбка умерла. Спасибо. Рыбка, которой нет. Хочу рассказать вам одну небольшую историю, которая была связана с моей подругой. Моя подруга познакомилась где-то с молодым человеком, он пригласил ее на свидание, как бы на... И она пришла на свидание со своей, ну, типа, подружкой. И вы знаете, мало того, что все свидание, это моя знакомая общалась со своей подругой, вообще на какие-то там свои темы. А так дело закончилось тем, что эта подруга стала ее подруга, подруга моей подруги, то есть другая девочка. Стала флиртовать с этим, с этим мальчиком. И, в общем, в итоге образовался очень неприятный любовный треугольник. А мальчик, в конце концов, просто мутил одновременно с двумя. Кончайте, девочки, кончайте со мной шутить. А какой у тебя телефон? Ммм, вот этот. Ммм, ну да, ясно, неплохой. А на сколько он его? Эээ, вроде на 256, но я точно не помню. Ммм, ясно. А на машине ты на какой ездишь, или ты тоже не помнишь? Мне 15 лет, у меня нет машины. Я понимаю, но родители на какой твоей машине ездят? А какая разница? Ну что значит, какая разница? Я просто веду светский диалог и спрашиваю тебя о разном. Мы же должны познакомиться. Хотя бы скажи, как часто ты с родителями на отдых летаешь? А вот эта история про допросы, которую только что мы с вами видели, это... Это история чисто из моей жизни. Вы знаете, я читала с какой-то литературы о том, что женщина должна показать мужчине, что она им очень заинтересована. И такими вопросами я тупо, ну как бы хотела показать ему, что мне прям все интересно, вплоть до того, сколько у него там памяти на телефоне, сколько у него фотографий, с кем он переписывается. Да, я понимаю, звучит очень сериалистично, но... Ну, как вы уже знаете, я была не самым умным ребенком. Да и, в общем-то, в общем-то, не только ребенком. Что ж, давайте посмотрим дальше, какие еще распространенные фейлы могут быть. Кстати, как вы понимаете, в этом видео я все ситуации, о которых я говорю, или я на своем собственном опыте как-то их переняла, или же мои друзья или подруги поведали и рассказали мне о своих каких-то фейлах или ситуациях, в которые они встревали. И, конечно же, вы в комментариях мне тоже напишите ваши истории о свиданиях. Ну, если у вас их еще не было, то тоже напишите, что у вас еще их не было, и будет интересно все это почитать, посмотреть. Мда. Кончайте, девочки, кончайте за мной шутить. Мне надо выбрать какое-то платье. Взвесим теперь плюсы и минусы. Это я люблю, и оно довольно пафосно-кидцевое. Это уже два плюса. Но эти туфли сюда совсем не подходят. А я хочу надеть ходублуки, чтобы быть двухметровой модельненькой. Так, взвесим теперь плюсы и минусы. Этого платья. Эта платья выглядит так, словно я собралась на Оскар. Это плюс. Каблуки подходят. Это плюс. И красный цвет. Цвет страсти и любви, что тоже плюс. Да, да, минуту. Ты так классно выглядишь. А ничего, что мы идем в парк. Так каждый день одеваюсь. Конечно же, ничего страшного. Да, это жестко. А это история. История вот про меня. Да, я только-только-только начинала ходить на свидание. Куда бы я ни шла, я всегда расфуфыривалась. Мне говорили, что мы идем в парк. Я расфуфыривалась. Мне говорили, что мы идем в кафе. Я тоже расфуфыривалась. Кино, день, вечер, утро. Пофиг. Я всегда выглядел так, как будто меня пригласили в самый дорогой ресторан, который только есть в моем городе. Вот. Это было немножко глупо. О, Сон, смотри. Здесь готовят очень вкусные вафли с мороженым. Ты вот про это говоришь? Да, очень вкусные. Ты издеваешься надо мной? Ты надо мной издеваешься? В смысле? Какие вафли с мороженым? Ты что, не видишь, что я на диете? Ты что, не видишь, что я на диете? Ты вообще видишь мое тело? Как ты думаешь, если бы я ела вафли с мороженым, я была бы такая худая? Какие вафли с мороженым? Ты вообще в своем вафли с мороженым? Вафли с мороженым. Сам ешь свои вафли с мороженым. Ну извини, извини, я не знаю. А эта ситуация произошла с одной из моих самых близких подруг. Она пошла на свидание с каким-то молодым человеком. Все было классно, здорово. Они гуляли там по какому-то красивому парку. Все было просто замечательно. А потом он реально предложил ей в этом парке съесть сахарную вату. Там, знаете, Стэн стоял, он увидел, он как бы просто предложил, хочешь, сахарной ваты. Так она ему там устроила, судя по всему, истерику максимальную, что типа, ты чего, я на диете, какая сахарная вата? Возможно, она была немножко крейзи, потому что она была на диете. Но, да, как вы понимаете, отношения с этим мальчиком у нее, несмотря на то, что все-таки в конечном итоге заладились, но был некоторый момент недопонимания, и он троллил ее очень-очень-очень-очень-очень долго. Что ж, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, лойсики, лассики, классики, лойсики, в общем, все подряд ставьте. Обязательно напишите в комментарии, ходили ли вы на свидание, и если вы ходили, были ли у вас какие-то неловкие ситуации, но если не ходили, то напишите, что вам 12 лет, и вы еще не были на свиданиях, и вообще вам еще рано о таком думать. Что ж, всем спасибо за просмотр, и всем тык, и пока, до новых встреч.